МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «На особом контроле». В июне 2022 года на заседании национального Крултая президент Казахстана Касым Жумар Тукаев предложил возродить праздник День Республики и отмечать его 25 октября. 25 октября в 1990 году была принята декларация о суверенитете Казахской ССР. По мнению президента, День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Что произошло в этот день? Почему его решено было вернуть в календарь праздников? Об этом и не только мы узнаем у наших гостей в студии. Доктор юридических наук, профессор, советник ректора Казахского национального университета имени Альфа-Раби Еркин Дуйсенов и ассоциированный профессор Казахского национального женского педагогического университета, кандидат исторических наук Факия Шемшиденова. Здравствуйте, уважаемые гости. Добро пожаловать к нам в студию. И позвольте начать с такого вопроса. 25 октября 1990 года. Расскажите, пожалуйста, Иркин Романович, что произошло в этот день? Вы совершенно верно отметили о том, что на национальном курултае глава государства Касым Джамар Кемелович не просто предложил возродить день 25 октября как национальный праздник, а он восстановил историческую справедливость, потому что в этот день, в 1990 году, была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Ведь, по большому счету, декларация, само понятие декларация у нас, у юристов, особенно в конституционном праве, означает нормативный правовой акт, который отличается особой значимостью, торжеством, я бы сказал. И данный нормативный акт имеет судьбоносное значение для народа и страны. Поэтому впервые декларация о государственном суверенитете Казахской ССР затронула ряд вопросов, о которых в советское время, по большому счету, не принято было на уровне республик говорить. То есть, речь шла уже о получении независимости в том плане, что территория Казахской ССР объявлялась неотъемлемой частью государства, любые посягательства на территорию рассматривались как покушение на суверенитет государства, значительно расширялись права свободы граждан, политических партий, общественных объединений. И в целом, говоря о декларации, надо отметить, что она заложила основы нашего суверенитета, который затем в последующие годы развивался, креп, и сегодня мы имеем все, скажем так, признаки того, что мы практически построили демократическую, правовую, суверенную государственность. Здесь очень важно разобраться все-таки с понятием суверенитета, потому что, когда мы говорим суверенитет, то для многих это слово означает, вернее, является тождественным независимости, хотя понятие суверенитета намного шире, нежели независимость. Суверенитет представляет собой такое состояние общества и государства, когда власть обладает самостоятельностью, всей полнотой, имеет возможность являться субъектом международного права и, соответственно, реализовывать функции государства, не оглядываясь на кого-либо. То есть в данном случае это очень многогранное понятие, и суверенитет, он обязательно содержит в своем составе такие признаки, как верховенство государственной власти, например. Верховенство государственной власти, оно означает, что на всей территории страны устанавливается правовой режим. Это Конституция, затем законы, которые следуют из Конституции, другие нормативные правовые акты. И верховная власть, она работает вот в правовом режиме, установленном Конституцией и законодательством. То есть в данном случае можно сказать, что верховенство государственной власти при понятии суверенитета, оно ограничено правом. И это очень важно, особенно вот в условиях, когда мы находимся на начальном этапе построения нового Казахстана. Вторым неотъемлемым признаком суверенитета является единство власти. Власть, она по своей природе едина, об этом прописано и в Конституции. Но ведь мы говорим о триаде властей. Законодательная власть, исполнительная власть и судебная власть. Вот эти три ветви власти, они все реализуют государственные функции. Судебная власть осуществляет правосудие, законодательная власть занимается законотворчеством, принимает законы, исполнительная власть. Соответственно, занимается реализацией этих законов. Ну и президент, он выступает как баланс между ветвями власти. И поэтому, когда мы говорим о единстве власти, необходимо иметь в виду, что единственным источником государственной власти, впрочем, как и носителем суверенитета, кстати, это было прописано в декларации, является народ Казахстана. И третий признак, один из важнейших признаков, это независимость. Поэтому, когда мы говорим независимость, то с точки зрения позитивного права, с точки зрения конституционного права, мы должны понимать, что независимость – это один из признаков суверенитета. Независимость – это возможность выступать государство в качестве самостоятельного субъекта в международных отношениях. В международных отношениях. То есть здесь имеется в виду, иметь представительство в организации объединенных наций, самостоятельно заключать договоры, чего, кстати, не было, когда Казахская ССР имела место быть в составе Союза. Ну и, говоря о суверенитете, конечно же, нельзя не сказать о том, что, в частности, вот выдающийся казахстанский ученый Гайрат Сапаргалеев, академик, он в свое время отмечал, что суверенитет в Казахстане следует рассматривать в двух аспектах – национальный суверенитет и народный суверенитет. Вот я кратко попробую изложить эту мысль. Когда мы говорим о национальном суверенитете, то мы должны обратить внимание на преамбулу Конституции, где прописано «Строя государственность на исконной земле казахов». Поэтому, когда речь идет о национальном суверенитете, то речь идет о праве казахской нации на самоопределение, на проведение самостоятельной внутренней и внешней политики. Но дело в том, что Казахстан – это многонациональное государство. И многие этносы представлены довольно обширными диаспорами, которые проживают на территории нашей страны уже несколько поколений. Поэтому понятие «народный суверенитет» вбирает в себя большее. Это народ Казахстана как источник государственной власти. Но при этом, объединяясь, значит, национальный и народный суверенитет образуют суверенитет государства в целом. Ну, здесь необходимо отметить, что понятие «суверенитет», оно еще, значит, ему свойственны еще некоторые атрибуты. Например, национальное законодательство, которое действует на всей территории республики. Далее, институт гражданства, который обязателен для суверенитета. К примеру, в 90-е годы, когда вставал вопрос о возможности двойного гражданства с Российской Федерацией, была высока опасность того, что суверенитет может быть утерян. Это связано с демографическим составом государства Казахстан на начальном этапе своего суверенитета. И поэтому наш закон о гражданстве не допускает двойного гражданства. Не допускает двойного гражданства. Ну, вы представьте, человек одновременно является и гражданином России, и гражданином Казахстана. То есть мы в любом случае теряем количество граждан, исконно казахстанских граждан. Поэтому День Декларации, Декларация о государственном суверенитете, это по большому счету праздник суверенитета. И я полагаю, что наш президент Касым Джамар Кемелович Токаев абсолютно справедливо и правильно поставил вопрос о том, чтобы вернуть 25 октября и сделать его государственным национальным праздником. Вы здесь правильно подметили, что народ является главным источником государственной власти. Люди часто путают понятие нация, народ, этнос. Нация, конечно, это понятие индустриального времени. И когда вот источником является, источником власти является народ. А народ это более глубоко, это понятие доиндустриального времени. Когда вот мы говорим о казахском народе, о казахах, то большей части мы, они вот казахи сформировались в народы этнические, да, это в доиндустриальную эпоху. Поэтому мы должны понять вот идентичность вот казахов в координатах пространства, временей и культурой. И в координатах вот не только экономических, юридических, но и геокультурных, историко-культурных. Ведь 21 век — это информационный век, век гуманитарной технологии. И от того, вот насколько эта сопричастность будет научной, адекватной, конкурентоспособной и качественной, зависит от того, насколько будет конкурентоспособным наш геокультурный суверенитет. Поэтому все мы работаем вот именно в этом направлении. Факея Мишведенко, я извиняюсь, что перебил. Давайте вернемся в 1990 год, 25 октября. Вот что предшествовало этому, да, незадолго до этого события? Как принимался сам документ? Ну, это все связано, естественно, с крушением Советского Союза, да. Но суверенитет Казахстана заложено еще до этого. Это не сказать, вот Советский Союз распался, и мы думали о суверенитете государства. В 1989 году был принят закон о языках Казахской ССР, да. Это уже начало суверенитета, и это смелый закон, я бы сказала, что казахский язык по этому закону является государственным языком, а русский язык – межнациональный язык. Это понятно. Все мы находились в составе Советского Союза, еще русский язык является языком ООН, да. Там входят шесть языков, и один из них, как международный язык, русский язык входит. Вот этот вот такой вот смелый закон был принят, и это вот основа нашего суверенитета именно вот в начале века. А народ, казахи сам по себе, это свободолюбивый народ. Я как историк скажу, столько, значит, войн, восстания были за нашу свободу, за суверенитет государства. Ну, в средние века за суверенитет казахского ханства, да, за восстановление казахского ханства. А вот в советское время это как бы силовая модернизация была. Вот мы вышли из состава Советского Союза. Тут, значит, все-таки мы находились в советском колониализме, под советским колониализмом. Это уже как бы новый вид колониализма по сравнению с Российской империей. А вот непосредственно, да, в тот год, 90-й год, ведь это уже закат того самого года, 90-го года, начало нового десятилетия. Незадолго, через спустя год распадется Советский Союз. Но, возвращаясь к принятию этого документа, декларации, тогда был парад суверенитетов, действительно. А вот как сам документ принимался, как сложно он принимался, можете вспомнить? Конечно, сложно, потому что это было время экономического кризиса, даже вот, в который все глубже погружался в СССР. И рост национального самосознания привел вот к обострению между союзным центром и национальными республиками. Это как раз, да, до этого у нас в Казахстане произошло, вот, мы называем национальным восстанием сейчас в истории, декабрьские события, да, декабрьское восстание. Поэтому это все вот как бы заложило фундамент принятия этой декларации. Но были, конечно, расчеты, да, в декларации, это особенно по военной части, вот, все-таки по локализации армии мы смотрели на СССР, потому что у нас пока такой силы не было, наверное, из-за этого. — Иркин Романович, до декларации была Конституция Казахской ССР 1978 года, четвертая на тот момент Конституция Казахской ССР. Скажите, пожалуйста, вот в той Конституции что мы можем уже назвать, так сказать, источником того суверенитета, который в последующем был перенят и прописан в декларации? — Ну, вы правы, в той части, что Советский Союз был союзом суверенных республик, это прописывалось в Конституции, 69-я статья Конституции Казахской ССР предоставляла Казахской ССР право выхода из состава Союза. Но это достаточно сложная процедура, и реализована она в период существования СССР не могла быть, это однозначно. — Не была ли она противоречивой? — Нет, она декларировала такую возможность, и в принципе это соответствовало устоям той социалистической демократии, но реализация ее на практике не представлялась возможной. По простой причине, что централизованное государство, административно-командная система управления, руководящая и направляющая роль КПСС, любые попытки, скажем так, получить суверенитет и выйти из состава Союза, они могли быть пресечены репрессивными методами. Раз. Второе. Даже если допустить, например, что какой-то части политической элиты в Казахской ССР удалось бы инициировать вопрос о выходе из состава Союза, то этот вопрос должен был бы решаться референдумом на территории Казахской ССР. А Казахская нация составляла на тот период чуть больше 30%. Поэтому результаты подобного референда были предсказуемы. Я вот хотел небольшую ремарку внести в вопрос соотношения, опять-таки, национального и народного суверенитета, он непосредственно проистекает из вашего вопроса. Дело в том, что Казахская нация существует только в Казахстане и только на территории Казахстана. Все казахи, которые проживают за пределами Казахстана, это диаспоры. Говорить о них, как о нации сложившейся, мы не можем. Народный суверенитет, как я уже обозначил, он представляет собой многонациональный народ Казахстана. И именно слияние национального и народного суверенитета дает возможность говорить о государственном суверенитете. Поэтому я опять возвращаюсь к вашему вопросу и хочу сказать, для того, чтобы получить реальную независимость, должны были быть созданы определенные предпосылки. Вот предыдущая выступающая отметила, что был достаточно сложный период. Это на самом деле период предразвала СССР, жесточайший экономический кризис, кризис политический, плюс обострение всевозможными межнациональными конфликтами. Все шло к тому, что Советский Союз должен был завершить свое существование. Но Казахстан всегда был сторонником того, чтобы был СССР, и самым последним вышел из состава СССР. Поэтому истоки суверенитета следует искать намного глубже. Их следует искать в позиции наших алашардинцев. Это величайшие сыновья казахского народа, такие как Алихан Букиханов, Ахмед Байтурсынов, Мустафа Шокай и другие, которые мечтали воплотить в жизнь реальный суверенитет. Вот с теми признаками, которые я уже обозначил. Единство власти, верховенство власти и независимость. Все это в совокупности позволяет говорить о наличии суверенитета. Ныне у нас есть два праздника. День республики и День независимости. Вот скажите, пожалуйста, чем на сегодня национальный праздник отличается от государственного? Значит, в соответствии с действующим законом о праздниках, национальный праздник – это праздник, который имеет историческое, судьбоносное для народа и страны значение. Вот как раз-таки принятие декларации о государственном суверенитете абсолютно правильно и с юридической, с точки зрения, и с формальной является таким праздником. Вот, значит, национальный праздник проводится в торжественной обстановке, в высших органах государственной власти и на местном уровне. Что касается государственных праздников, то это праздники, которые имеют общественно-политическое значение, имеют основаны на определенных традициях, празднуются, как правило, гражданами. Ну, это Новый год, Наурэс, Первое мае у нас и другие. Ну, а День независимости, я полагаю, отныне стал государственным, ненациональным праздником. И это верно даже с той точки зрения, которую я вам изложил. Независимость – это составная часть суверенитета. Вот по прошествии многих лет, ты спустя 13 лет вернулся в календарь праздников. Но, возвращаясь обратно в историю, почему праздник был отменен? Не могли бы вы рассказать об этом? Что послужило основным мотивом? Я полагаю, что причиной отмены этого праздника послужил ряд факторов объективного и субъективного характера. О субъективных факторах я говорить воздержусь. Но объективные факторы – это то, что декларация о государственном суверенитете принималась в период нахождения Казахской ССР в составе Союза. То есть принималась Казахская ССР. Раз. Второе. Граждане Казахской ССР на тот период одновременно являлись гражданами Союза СССР. Это было прописано в Конституции. Многие моменты, которые, скажем так, прописаны в декларации, они могли быть реализованы только по согласованию с Союзом, то есть с Центром. И говорить о состоявшейся независимости Казахской ССР на период 25 октября 1990 года в полной мере нельзя было. Эта независимость наступила 16 декабря 1991 года, когда был принят закон, конституционный закон о государственной независимости. Но я еще раз повторюсь, потому что это очень важно. Декларация имела судьбоносное значение, потому что большинство ее положений автоматически перешли, в том числе и в действующую сегодня Конституцию Республики Казахстан. Значит, это масса таких положений, которые затрагивают права человека и другие. И сегодня вот многие положения действующей Конституции как раз-таки напрямую взяты из декларации. Может быть, в несколько, скажем, переработанном виде, приемлемом для нашего настоящего времени, но, тем не менее, декларация явилась основой для становления, формирования и развития государственного суверенитета Республики Казахстан. И важность этого документа намного выше, нежели конституционного закона о государственной независимости Республики Казахстан. Возвращаясь в 90-й год, после принятия такого важного документа, как декларации, какие еще очень важные для страны документы были приняты после декларации, до того, как страна объявила свои независимости? Ну, был принят закон о совершенствовании системы государственной власти, который, по большому счету, укреплял институт президентства, институт президентства был введен немного ранее, разделял законодательную власть, передавал полноту власти Верховному Совету. То есть, на определенном отрезке времени мы жили в конституционном пространстве, где формой правления являлась республика. То есть, президент был как глава исполнительной власти, а Верховная власть принадлежала Верховному Совету СССР. Но мы все знаем, что это достаточно сложное время, особенно в период парада суверенитетов и после. Это не просто экономический кризис, это не просто неустоявшаяся политическая система, это много других вызовов и внешних угроз. И вот я полагаю, что все-таки формирование поэтапное президентской республики, оно имело под собой объективный характер и было вызвано объективной необходимостью, которая диктовалась существующей правовой, в том числе, действительностью. Необходимо было централизация государственного управления. Необходимо было снизить риски противостояния ветвей государственной власти. А это можно делать только в президентской республике. И вот эта эволюция, она продолжается. И вот посмотрите, построение нового Казахстана, модернизация политической системы, это не что иное, как переход от суперпрезидентской республики к президентской республике. То есть определенные элементы, скажем так, парламентской республики уже имеют место быть. Это, скажем так, передача президентам целого ряда полномочий парламент в правительство. Это демократизация самого, власти самого президента. Вы помните, был период, когда президент издавал указы, имеющие силу не просто законов, конституционных законов. Но это, конечно, плохо очень увязывалось с принципами демократии. Поэтому... Здесь все три ветви власти сразу не могут же выходить вперед. В Казахстане именно президентская власть, как исполнительная власть, вышла вперед. А остальные две власти выходят... Нет, здесь речь идет о форме правления. По сути, форма правления, она бывает республиканской и монархической. Монархическая, это понятно. Там абсолютные монархии, дуалистические, конституционные. Республиканская форма правления – это президентская республика. Это парламентская республика. Это смешанная либо президентско-парламентская, либо парламентско-президентская. В чем разница? Разница в том, что в президентской республике полнота власти сконцентрирована в руках президента. Он является балансом, гарантом конституции. Хотя вот есть страны, например, те же Соединенные Штаты Америки, где президент является главой исполнительной власти. Понимаете? Все ветви власти, они функционируют, реализуя государственные функции. Они тесно взаимодействуют между собой. И вот в этом взаимодействии как раз-таки ведущая роль отводится президенту с тем, чтобы соблюсти баланс, чтобы не была нарушена система сдержек и противовесов, чтобы ни одна государственная власть не давлела над другой. Но эти власти, я еще раз повторюсь, они функционируют совместно. И поэтому мы говорим о единстве государственной власти, несмотря на разделение ее на три ветви. То есть в рамках текст законов, а это именно Конституция Казахской ССР и Декларация Независимости. Спасибо большое, уважаемые гости, что нашли время прийти к нам в студию. На этом наш эфир подошел к концу. Спасибо вам большое и с наступающим вас праздником. Спасибо огромное. Я думаю, вы позволите нам тоже в преддверии великого праздника. Я как представитель юридической профессии все-таки считаю, что принятие декларации, это самый, о государственном суверенитете, это самый важный праздник в нашей республике. Поздравить всех алматинцев, всех тех, кто сегодня слушает нашу, смотрит нашу передачу с наступающим праздником Днем Республики. Пожелать нам политической стабильности, ускорения в процессе перехода и строительства нового Казахстана и построения справедливого общества, общества, основанного на праве, на верховенстве закона. Спасибо. Спасибо. Это, помню, у нас в гостях были доктор юридических наук, профессор, советник ректора Казахского национального университета имени Альфа-Раби, Еркин Дуйсенов и ассоциированный профессор Казахского национального женского педагогического университета, кандидат исторических наук Факия Шемшеденова. Всего доброго. До встречи.